С начала этого года в республике было зарегистрировано более 300 тысяч автомобилей. Львинную долю от этого числа занимает столичное авто. Их количество растет с каждым годом. Вот только городские дороги шире не становятся. И мостов в городе всего четыре. Существующее количество мостов, оно не соответствует нашей интенсивности. Должно быть много мостов, потому что у нас естественная преграда. Железная дорога, реки протекают туда и Селенга. И не получается, вот эти узкие места, эти проводы вот здесь на проспекте 50-летний, они естественно ограничивают возможность расширения, уширения дорог. Автоинспекция направила несколько предложений в администрацию города по строительству удобных мостов и развязок. Генеральным планом предусмотрено, что у нас необходимо строительство моста через реку Селенга. Еще одна вторая, да? Да, вторая, потому что этот мост по улице Волгинска, как это связано, он никак не справляется. И генеральным планом предусмотрено, что новый мост пойдет через поселье с выходом на улицу Терешкова или Бабушкина. Еще один мост планируют возвести на улице Сахьяновой с выходом на улицу Третью Транспортную. По новому проекту мост, построенный через реку Уда, позволит максимально разгрузить поток машин, движущихся из центра города в направлении кварталов. Также обсуждается вопрос, как облегчить путь автомобилистов, следующих в город и обратно с левого берега по улице Волгинской. В утренние и вечерние часы по этой улице скапливаются километровые пробки. В борьбе с ними администрация города предлагает вести реверсивное движение. Однако сотрудники ГИБДД считают, такие изменения могут повлечь за собой большое количество лобовых столкновений. На альтернативу предлагают увеличить полосы движения. По три полосы в каждом направлении. Каким будет решение властей, увидим в следующем году. Именно тогда начнется реконструкция дороги. Юлия Пермякова, Вячеслав Батуев, Александр Хамаганов. Первая альтернативная.